Все долгие десятилетия армянской оккупации Карабаха нам доводилось с противоположной стороны слышать восторженные фразы вроде «Арцах освобождён навсегда», «Свобода арцахского народа отныне вечная», «Самоопределение свершилось» и прочие. А после неожиданной и болезненной встречи этих оптимистов с железным кулаком дяди Лазыма, прежние фразы претерпели некоторые видоизменения, сбавив в процессе редактирования градус своего пафоса. После чего нам в следующие три года пришлось слышать новые лозунги вроде «Арцах никогда не будет частью Азербайджана», «Арцах был, есть и будет», «Арцахцы никогда не примут хлеб из рук турка», ну и так далее. К сентябрю прошлого года назрела острая необходимость ещё одного аппоинтмента с доктором «Железный кулак», после которого все предыдущие лозунги куда-то запропастились и зазвучал совершенно новый слоган «Мы ещё вернёмся». Ага. Вернётесь. Мы все сидим и ясно видим, как азербайджанские пограничники открывают Насте швороты и с хлебом с солью впускают на нашу территорию Кочарянов, Балаянов, Мелконянов, чтобы те вновь сели нам на голову, обнулили все достижения наших славных воинов и повторно водрузили над административными зданиями тетрисную тряпку, однажды уже оказавшуюся под подошвой полководца-победителя. Прям сидим и видим это. Все эти вчерашние банкетные фидаины и азотомартики гораздо были только тосты за столом произносить и байки о своих выдуманных подвигах втирать, как барон Мюнхгаузен, о своих приключениях на охоте. Но в момент истины все они бросили оружие и военную форму, переоделись в женское платье и трусливо дезертировали при одном только слухе о скором появлении на пороге азербайджанского война. И теперь, добравшись до Еревана и вновь почувствовав себя львами, они осмелели и снова стали издалека грозно махать кулаками, мол, мы ещё вернёмся. «Конечно, вернётесь. Подождите там в сторонке, вас вызовут к доктору». И вот пару дней назад произошло нечто, но абсолютно символичное. Группа бывших жителей Карабаха, добровольно переселившихся в Армению, обратилась, внимание, к мировому сообществу с открытым письмом. Да-да, именно с открытым. История, правда, замалчивает, был ли доселе случай обращения к миру с закрытым письмом. Ну да ладно. В своём открытом письме авторы наградили азербайджанское руководство всевозможными эпитетами, за что на них, в общем-то, грешно обижаться и тем более смеяться. Довольно красочно, почти по-хичкоковски описав все ужасы своей жизни в составе Азербайджана, авторы потребовали от мирового сообщества Держитесь за стол. Сто миллиардов долларов. При этом они не забыли отметить, что это всего лишь 10% от того, чего они заслуживают, а потеряли они, как вы успели уже посчитать, ни много ни мало. Триллиончик. Обосновали авторы открытого письма эту цифру тем, что Карабах по своим природным ресурсам – это вторая Швейцария. Это не анекдот, так и написали, мол, так и так. По вашей вине, в силу вашего бездействия и равнодушия мы потеряли Швейцарию, то бишь триллион. Но мы люди скромные и нежадные, нам и 10% достаточно. Ахшан базары. Так что примите к оплате счет. С вас 100 миллиардов. По миллиону на каждого. Ну что тут можно сказать? Во-первых, как-то скромненько оценили авторы письма Швейцарию. Всего-то триллион. Нет, соседи, купцы из вас никакие. Эдак вы осрамите всю славную купеческую гильдию. А во-вторых, деньги эти, как выясняется, запрошены не просто так, а с целью, которая указана в письме, что называется «черным по белому», чтобы начать новую жизнь в любом уголке мира. Стоп. Это уже интересно. Погодите-ка. Выходит, Родина – это товар и оценено в триллиончик. Такова цена Родины. Эх, Сталина на вас нет. Того самого, который одним вопросом «ну и почем будете Родину продавать?» вогнал создателей отечественного автомобиля в холодный пот и заставил их вмиг посидеть. Вот так, по дешевке, карабахские армяне решили продать землю, которую называли Родиной, из-за которой отказались воевать. Всего-то триллион за вторую Швейцарию. Это все, что нужно знать о древнеармянской, в кавычках, земле «орцах». И о лозунге «мы еще вернемся». Куда вернетесь? На землю, которая для вас как мешок картошки? Переезжайте уже, наконец, в красивую европейскую столицу, мэр которой недавно щедро присвоила всем вам звание почетных граждан. Бесплатно. Без миллиона долларов с каждого. Сами обретите там покой и нам дайте, наконец, вздохнуть и отдохнуть от этого навязанного нам 200 лет назад уплотнения нашей квартиры. Любая коммуналка должна когда-то завершиться расселением. Редактор субтитров А.Семкин